Переговорами с Россией война завершится. Конечно, без России на переговорах не получится. И это понимают не только западные лидеры, это понимают и владеют. Я вижу эти переговоры в таком формате. Значит, безусловно, на них будет решать, все это будет происходить перед выборами президента США, я уверен. И дальше, сейчас буду говорить слова нехорошие. Уставший от войны Запад будет просить Украину, требовать от Украины согласиться на ряд нехороших для нас вариантов. Зеленскому будут говорить наши западные друзья и партнеры, что вы должны понимать, выход на границы 1991 года невозможен, надо чем-то поступиться, давайте под гарантии наши поступаться этим, этим, этим. Для Владимира Зеленского начинается все самое сложное. Самое сложное не то, что было, а то, что будет дальше. А именно, что подписывать и как подписывать. Потому что подписывать что-то надо будет для окончания войны. Но, представь давление на человека, с одной стороны, давит Запад, подписывай. С другой стороны, он ощущает давление своего общества украинского, давление ветеранов войны, давление матерей тех, кто погиб. И как вырулить из этой ситуации ему? Я даже не знаю, это сложная история, это не дай Бог никому. Для Владимира Зеленского и для Украины начинается самое сложное. Переговоры и решения – это всегда компромисс. Всегда. Иначе это капитуляция. Путин капитулировать собрался? Да он удавится, не будет капитулировать. Для него это конец. Украина капитулировать собралась? Исключено. Тогда что? Тогда взаимные уступки, компромисс, повторяю. Вот, поэтому нужен компромисс. И вот степень уступок, на которые может пойти Украина, это самый главный вопрос и самая большая головная боль президента Украины. А я не вижу тут компромисса. Ну, это невозможно, понимаешь? Я понимаю, о чем ты говоришь. А я тебе скажу сейчас. А, невозможно? А я тебе сейчас скажу. А, невозможно? Смотри, тут только… А, невозможно? Нет. Так я тебе отвечу. Подожди, но я не договорила. Я не договорила. Речь идет о том, что объединенный Запад, как ты говоришь, да? Ну, вместе с Украиной. Украина-то продолжает бороться каждый день. И не имеет значения, помогает или нет Запад. Объединенный Запад должен прийти к тому, чтобы настолько надавить на Россию и на Путина, чтобы именно он пошел на уступки для того, чтобы реализовать то, что написано в «Десяти шагах справедливого мира» президента Зеленского. Олеся, повторю. Если бы Запад этого хотел, от России бы уже ничего не осталось. Но Запад этого, как мы видим, не хочет. У него есть какие-то свои тайные договоренности с Путиным, общие финансовые интересы и так далее, и так далее. И соображения собственной безопасности. Ну, много факторов. Поэтому ты говоришь, а президент Зеленский не пойдет. Ну, так Запад, обедненный Запад, ему скажет, дорогой, мы тебе помогли, чем могли. Вот наше решение. Ты должен отдать это и это. Не хочешь? Браво, аплодируем тебе. Молодец. Стойкий президент. Стойкая из страны. Но больше помощи тебе не будет. Я не верю, что так Запад скажет. Ну, нет, Трамп может быть. Вот, я хочу перейти к Трампу. Значит, человек, близкий к Трампу, мне сказал вот что. План Трампа предельно простой. Но это было месяца два назад. Может, план Трампа уже изменился. Два или три месяца назад, не помню. Может, план Трампа уже изменился. Я же не знаю, он быстро меняющийся политик. Но в чем заключался план Трампа? Он позвонил бы Путину, нет, позвонил бы Зеленскому сначала и сказал, отдай Крым и Донбасс. Запорожскую и Херсонскую область забирай. В НАТО мы тебя не примем. После чего позвонил бы Путину и сказал, отдай Запорожскую и Херсонскую область. Крым и Донбасс забери себе. В НАТО мы Украину не возьмем. Зеленский сказал бы, например, я не согласен. Не согласен, помощи тебе больше не будет. Путин сказал бы, я не согласен. Не согласен, тогда я сейчас Украине дам все. Вот был гениальный, в кавычках, план Трампа. Предельно простой. Это план бизнесменов. Так бизнесы делаются. Так решаются спорные ситуации в бизнесе. Когда всем надо идти на компромисс. Я думаю, что мы обсудили эту тему очень плотно. Я никогда еще так ее ни с кем не обсуждал. Это то, что я думаю на сегодняшний момент. Пользуясь случаем, хочу сказать, что сегодня состоялось первое заседание военного окружного суда в России. По мне. Они же меня опять судят. Перенесли следующее заседание 2 июля. У меня там люди есть, мне все передают. Но не у меня, не у меня, а у наших спецслужб. Там отслеживают полностью. Вы потом будете очень удивлены, когда я выдам такие материалы интересные. Даже не буду анонсировать ничего. Вы будете очень удивлены. Очень удивлены. Так вот, состоялось заседание сегодня первое. Рассматривают дальше. Короче, думают, сколько мне дать. 15 лет или 25. Несколько статей они мне... Это очередной суд. Я же уже там заочно осужден басманным судом Москвы. А это теперь военный окружной суд в Москве рассматривает. Обвинений там несколько статей. Одна потрясающая. За призывы к президенту Байдену. Значит, обрушить ядерную мощь на Российскую Федерацию. Да, я не скрою. Я не скрою. Это было начало войны. Я был немножко возбужден. Подогрет алкоголем. Помню, вечером с друзьями сильно выпили. Потом у меня эфир. По-моему, то ли телемарафон наш был, то ли какая-то наша телекомпания. Я был очень злой. Еще и немножко пьяный. И я сказал, что президент Байден, ебни уже эту Россию ядерным оружием, чтобы от этой фашистской страны ни хрена не осталось. Подтверждаю сейчас свой призыв к президенту Байдену. Конечно, их надо бы, чтобы Байден этого не сделает, но я повторю третий раз. Как бы я хотел, чтобы он на них ядерную бомбу кинул, чтобы эта угроза перестала больше нависать над миром. Это я повторил три раза для московского окружного военного суда. Для вас, бляди, три раза повторил. Судите меня, делайте, что хотите. Кол вам в жопу за то, что вы есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!